я уверена каждой вязальщицы понравится сделать расчет буквально в два клика и сразу начать вязать всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я вам расскажу как создать свою модель кардигана в моем калькуляторе вы можете эту модель придумать самостоятельно возможно вы увидели такую модель у кого-то на картинке в интернете в магазине открываете калькулятор делаете в два клика расчет и начинаете вязать и сейчас на примере вот этого кардигана который мне заказала племянница я покажу вам как сделать расчет в моем калькуляторе и так девчонки файл с калькулятором я открыла у себя на компьютере вы можете использовать этот файл также с телефона если вам это удобно смотрите что мы здесь видим здесь идет полное описание создания модели вот с такими розовыми ячейками в этих ячейках забиты формулу то есть о чем это говорит о том что если вы покупаете чье-то описание в котором вам мастер сделал расчет на два или три размера то вы будете вязать неизвестно в принципе чей размер почему потому что я всегда говорю 50 размер на рост метр пятьдесят и 50 размер на рост метр семьдесят пять это абсолютно разные изделия так вот в моем описание у вас будут цифры именно вашего размера поехали дальше здесь вначале есть две таблички которые вам необходимо заполнить чтобы вот эти вот формулы стали цифрами вторую табличку я уже заполнила это размеры которые необходимо задать в калькуляторе для вашего изделия то есть вы будете создавать здесь свою модель кардигана единственное что вы будете вязать именно кардиган а не какую-нибудь шапку или шарф то есть форма изделия останется кардиганом но какой у вас кардиган будет вы придумываете сами и в первую табличку вот здесь нам нужно задать плотность вязания то есть вы изначально берем пряжу ту которая нам нравится а не ту которую нам подобрал автор до какого-то мастер-класса вяжем образец для того чтобы подобрать спицы вот такой вот колбаску смотрим какой размер спиц нас больше устраивает затем отвязываем образец с тем способом которым мы непосредственно будем вязать например вот этот образец у меня в одну ниточку вот этот образец в две нити и я определялась как вязать свой кардиган то есть мой кардиган связан в две нити на образцах мы решаем что мы будем вязать отвязываем резинки если вы захотите связать свое изделие узором значит образец у вас должен быть связан узором и вот тот образец узором который вы будете применять вы заполняете плотность вязания вот сюда итак если кому-то приглянется именно такой кардиган то вязала я в две нити пряжа лана катон здесь так 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 сейчас скажу 50 грамм в матке 160 метров 26 процентов шерсть 26 процентов хлопок и 48 процентов акрил то есть вот такую пряжу я использовала и вязала в две ниточки плотность вязания у меня получилось 1 и 5 это лицевая гладь в рядах плотность вязания 2 здесь у меня резинка плотность вязания резинки мы отдельно считаем для того чтобы нам с вами здесь понять какие резиночки здесь и сколько петель для них нужно то есть для того чтобы смоделировать ваш кардиган резиночка здесь у меня считается отдельно как все параметры заносить есть отдельное видео да кстати на все этапы вязания кардигана есть подробнейшие видео и они собраны в отдельном телеграм-канале то есть в этом канале ничего лишнего нету только уроки то есть вы заходите добавляетесь в этот телеграм-канал ссылка будет внизу проматываете в начало и начиная с первого урока вы все там найдете телеграм-канал бесплатный бессрочный так что заходите добавляйтесь и смотрите уроки которые я создала именно для вас и так у меня осталась плотность вязания в рядах резинки это 2 и 4 все параметры у меня уже заданы до размеры которые я хотела бы получить и смотрите в ячейках появились цифры то есть я здесь получила расчет именно на ту модель которую я придумала которую я задала и именно на тот размер который я собираюсь вязать то есть здесь также прописаны все этапы вязания то есть сначала мы вяжем спинку как всегда далее мы вяжем полочки одну вторую полочку далее мы вяжем рукава потом планку перед головина то есть сколько петель в каком этапе сколько рядов провязать сколько прибавок сделать здесь все просчитано калькулятором очень понятное описание так что рекомендую свой калькулятор приобретайте и используйте и так девочки вы сами видели что я сделала расчет буквально в два клика начинаю вязать смотрю на описание у меня написан первый пункт набрать на спицы столько-то петель и связать резинку столько-то рядов вот я набрала обыкновенным классическим способом петли на спицы связала резинкой один на один необходимое количество рядов и сразу скажу про спицы я еще не сказала резинку я вязала ну то есть как обычно мы берем для резинки спицы немножко поменьше я вязала спицами 5 миллиметров а основное полотно у меня связано спицами 6 миллиметров то есть кофточка такая получилась плотная я посмотрела на образцах вы сами видели я их показывала у меня связан был образец и в одну ниточку и в две ниточки и я посчитала что вот именно полотно связаны в одну ниточку для вот таких крупных цветов не подойдет сюда поэтому приняла решение вязать в две нити и лицевая гладь получилась уже такая более плотная более такая толстенькая и вот здесь конечно же цветы выглядят просто идеально на этом полотне то есть резинка на спицах 5 миллиметров полотно на спицах 6 миллиметров связала я до определенного момента какое-то количество рядов там дальше в калькуляторе у меня указано что я должна поставить маркеры с двух сторон спинки для того чтобы знать потом где у меня будет проходить вот этот вот рукавчик начинаться и где будет заканчиваться так сказать пройма далее вяжем высоту проймы и вывязываем скос плеча скос плеча у меня тут небольшой такого же размера примерно у меня углубление выреза по горловине и у меня в одном и том же ряду начались вот эти вот поворотные укороченные ряды для того чтобы связать скос плеча и вырез горловины девочки все очень подробно в видео уроках в телеграм канале найдете и посмотрите то есть я вывязала скос плеча вырез горловины спинка готова далее точно так же по очереди набрала сначала петли на одну полочку потом на вторую и связала обе полочки также здесь было указано в каком ряду мне поставить маркер то есть понимаете да я вижу я считаю на счетчике рядов сколько рядов я провязала и мне на не надо тратить время на то чтобы пересчитывать сколько рядов где я тут нахожусь ставлю здесь маркер и спокойно продолжаю вязать дальше далее смотрю в калькуляторе у меня стоит конкретный ряд в котором я должна начать делать убавки для выреза горловины то есть вот такой вырез горловины у меня получился вот эту высоту выреза горловины я задала в таблице как эту мерку ставить как ее снимать я все рассказываю в видео про калькулятор вот то есть я сделал вот здесь вот через несколько петель вот тут у меня проходят все мои убавочки то есть не с краю а вот тут вот видите полосочка такая у меня получилась здесь у меня точно так же поворотные ряды укороченные для того чтобы вывязать скос горловины все полочки у меня готовы все дальше когда полочки готовы я делаю вот такой красивый плечевой шов видео в котором также есть в телеграм-канале он делается по открытым петлям все там будет вам рассказано далее значит у нас еще не сшиты боковые швы и вот так вот расправляю свое изделие от маркера который я поставила на спинке и на полочках от маркера до маркера я набираю петли для рукава вяжу рукав вот здесь у меня узкий задан рукавчик то есть видите какой получился интересный интересная модель сам рукавчик такой широкий и вот здесь вот он собран на резиночку сама модель получилась такая оверсайз это укороченный вариант будет то есть чуть ниже талии где-то вот с такими широкими рукавами я думаю смотреться будет очень интересно в конце вставлю видео так что обязательно досмотрите это видео до конца все мы с вами связали рукава как вы поняли по моему рассказу вот в этом месте где у нас начинается рукав до из проймы нет никакого шва никакого утолщения этот шов у нас тоже очень мягкий аккуратный с изнаночной стороны посмотрите как все идеально выглядит вот здесь где у нас рукавчик набран то есть у нас здесь просто кромочная петля проходит за которую мы делали набор все очень мягко без каких-либо утолщений да кстати еще забыла вам сказать здесь у рукава мало того что у нас спущенное плечо у кардигана да вот здесь у рукава вывязывается еще такой я бы сказала имитация оката рукава то есть для того чтобы рукавчик сел красиво ваша модель не топорщилась нигде лишних складок нигде не появлялась вот здесь вот продуман окат то есть все видео там точно также я рассказываю обязательно посмотрите уроки в телеграм канале после того как готовы рукава я выполнила боковой шов который переходит в рукав то есть вот этот шов у меня по рукаву и боковой он у меня один выполнен красиво аккуратно посмотрите как все здесь то есть здесь кромочные петли у нас остаются на изнаночной стороне очень выглядит даже неплохо то есть вот такой шовчик можно использовать мне кажется даже если например вы вяжете изделие у которого швы на лицевой стороне будет смотреться очень даже красиво посмотрите какой аккуратный все когда у нас будут сшиты швы по рукаву и боковой шов можно переходить к набору петель для планки которые проходят у нас вот здесь вот по переду по шеи да то есть по горловине там сзади вот такую планку я связала планочка тоже резинкой один на один вяжется закрытие обыкновенным классическим способом то есть она и не тянется у меня вот это вот планка закрытие не стягивает мою резинку но и не дает ей здесь как-то расхляпаться закрывал я с изнаночной стороны то есть косичка получилось вот здесь торца а вот по краю очень аккуратно выглядит изделие вот так то есть сколько петель набирать для планки точно так же вам укажет калькулятор и я в своих видео рассказываю как подстраховаться и так скажем сделать примерку до того как вы свяжете свою планку то есть если вам покажется вдруг что петель много либо мало вы самостоятельно сможете подкорректировать это количество петель потому что все таки объем вот этот вот большой может получиться так что ваша резинка по итогу будет например располагаться более свободно чем вы снимали мерки с образца там же в telegram канале у меня есть видео о том как сделать петли на планке вот такие вот петельки сделала только там я показывала по моему три петли закрывала а здесь буквально одна петля для того чтобы вот такие маленькие петельки у меня получилось и пришила сюда пуговки форме цветочков деревянные пуговки такие вот с такими рисунками дальше я приступила к вязанию цветочков как вяжутся такой цветочек есть отдельное видео также ссылочку оставлю внизу в описании вот так что переходите смотрите как они вяжутся вы видите какие цветочки объемные также они у меня получились яркие в общем я истратила все свои запасы каких-то остатков у меня очень даже освободились шкафы потому что не так на них уходит достаточно много и я думаю что вот такие цветы будут притягивать взгляды ваш ребенок не останется без внимания в такой кофте да как пришивала я эти цветочки поясню смотрите вот он цветочек вот здесь у меня пришит каждый лепесток вот с краю с обратной стороны вот так вот все идеально то есть я взяла иглу для трикотажной пряжи взяла ниточку в воде в одно сложение не в два как вязала а вот именно такую же ниточку вот как вы видите да вот у меня такой же ниткой пришита нитка у меня здесь в одно сложение и значит я заходила с изнаночной стороны вот там по петлям протягивала ее вот так вот петля я иглой чтобы ее не видно было эту нитку видите ну вот где-то вот если сильно сильно приглядеться вот маленькие стежки тут прослеживаются видите вот здесь вот почти не видно совсем то есть там иголочкой внутри петель я проходила до от одного лепестка к другому выходила на лицо здесь пришивала далее значит снова уходила туда в петельки иголочкой продвигалась к следующему лепестку и снова его прихватывала вот буквально два стежка опять внутрь петелек провела ниточку прихватила следующий лепесток вот таким образом у меня пришиты все цветы видите держится они очень хорошо но и в то же время надо следить чтобы нигде полотно у вас не стянулась вот этой ниточкой которая проходит внутри петелек ну что ж я надеюсь что вам понравилась вот эта модель кардигана которую нашла моя племянница я так поняла судя по фотографиям в интернете какое их там количество огромное что такие кардиганы сейчас очень популярны среди детей среди подростков даже среди молодежи вот такие яркие нарядные объемные притягивающие взгляды кардиганы молодежь носит с удовольствием так что покажите своим дочкам внучкам племянницам эту модель и я думаю что они однозначно скажут вам освежи ко мне такую кофточку и на сегодня у меня все я надеюсь что я вдохновила вас на создание такого кардигана добавляйтесь телеграм-канал где собраны все уроки обзаводитесь калькулятором который поможет вам сделать расчет в два клика и вяжите с удовольствием приятных вам рукодельных вечеров с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока ну у у у у у в у у Продолжение следует...